Ну что, ребятушки мои, привет! Короче, приехали мы в Парму И вот посмотрите Первым делом, когда ты выходишь с вокзала Тебя встречает Вот наша Жижка, видите? Да еще и с туннелями Причем у меня есть Парма У меня даже рассмотрен этот памятник Но тогда, когда мы с Марко ездили Это я еще не обнаружила Жижу, знаете? То есть еще я не ездила в Котелатцо И поэтому, скажем так, не было прямой связи Но вот посмотрите, посмотрите, что это? Это какой-то натуральный идет туннель, да? Под вокзал, видите? Вот тут вокзал Причем я хочу вам сказать, что На Парме есть два этажа Два этажа, понимаете? Я приехала на второй этаж То есть я приехала на второй этаж В смысле я приехала на нижний этаж Железнодорожных путей, вы понимаете? И поднималась по этой Я потом вам покажу, как я опускаюсь И я не в туннеле приехала Я приехала на нормальное На нормальный путь Но Вот если вы сейчас увидите дверь Посмотрите Там стоит поезд Видите? Там стоит поезд, да? Видите? Это Хотя вообще может получиться, что просто Переход Что-то я так подумала сейчас Что может быть это переход Все пути В ширине Надо посмотреть сейчас Будет Но факт то, что я поднималась Очень снизу Ну вот так примерно Вот, да? Вот примерно вот так Вот я поднималась И автобусы едут туда Там тоже Там второй вход Понимаете? Второй вход в вокзал Вот, смотрите Я поднималась На большой Вот этой Эскалаторе В смысле На большой На длинной Вот видите Парма Вот, пожалуйста Ну туда заходишь То есть Вполне возможно, конечно Что Снизу Потом поднимаешься На этот Но факт то, что Вы понимаете Это как все Как туннель какой-то Да? Огромный тут Выкопан Или наоборот Это поднято И вот наша жижа Как обычно С мортирами Мортиры Это Вот эти жертвенные Эти солдаты Жертвы Сакральные жертвы Да? Ну что Пойдем тогда к нему Потому что Действительно С Маркутрия Еще тогда Ну вот наш вокзал Ну это как обычно Вокзал Как вокзал Все в нашем стиле Всегда Всегда очень просто На вокзалах В плане того Что все Как бы там Арочки Стены И Всякие разные Триуголки А мы сейчас Пойдем к этой жиже Вот И Что интересно Что мы совсем недалеко Стоим От Вокзала От огромного моста Через По Самое интересное Посмотрите здесь Как идет Да? Посмотрите Какой спуск Посмотрите Вообще Просто Невероятно Спуск Вот Сейчас мы подойдем К этой К этой Жиже Смотрю сразу На дома Рядом Вот тут дом Вообще Да? Видите? Какой странный Да? Все Стена Арки Вот Так У меня Честно говоря Есть слабость Я хоть сейчас поела салат То есть я выдержала 16 часов Интервального голодания И не знала Что мне можно Потому что Я так понимаю А что капучино Тоже Нельзя Как бы По идее Пока Две недели Вот Когда полностью Отказываешься От любого Вида сахара Поэтому Я Нашла Барчик Где можно было Сесть салат Очень хорошо Вот Но все равно У меня есть слабость Что-то не поделаешь Короче Вот Вот И поэтому Не знаю Сколько я сегодня Проработаю Но Что-то проработаю Вот посмотрите Невероятно 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 Что вот здесь приклеиваю Вот как вот здесь Могут Да Объяснить Существование ее Да? Как Просто Как ее может Объяснить Да? Понимаете? Стоят вот люди То есть ладно Там вот где мы были Да еще Посмотрите Да еще яблоки Дали яблони То есть яблоня Дала яблоки Видите Ну или что там В общем какие-то Плоды есть Даже выросли Да? И жижи Понимаете? Вот Там ящерку вижу Там могут Значит В каких-то там Дворцах Говорить Что это все Приклеили Там Прибили Но вот тут То что Да? Да еще Вот обязательно С нашими Туннелями Да? Видите? Ну смотрите Она просто Выходит Просто смотрю Что может Это каштан Фиг знает Она что-то Выходит Из земли Невероятно Вообще Что-то Что-то так Обработали Да? Видите Что-то Цементом Залили Но Что под землей Непонятно Да? Факт То, что Это все Продолжается Понятно Под землей Просто Сейчас мы Обойдем его Я не знаю Как его обойти Так Мне нравится Смотрите В 1906 Году Ой В 1907 Нормально, да? В 1907 Году Вот Понимаете Сейчас я Встану Сюда Пройдусь Просто невероятно Вот Надо такой памятник Да? Такой вот памятник Надо в 1907 Году Забабахать Давайте Сюда Пройдем Посмотрим Посмотрим Что здесь Как интересно Да? Зарастает Здесь И вот это Вот коралл Понимаете Натуральный Натуральнейший Вот, пожалуйста Коралл, да? Натуральнейший Коралл Да? Вот Это все Твердое Понимаете? Я уже Неоднократно Это трогала Потрогаем Потрогаем Твердо Видите? Вот эти Какие Сталактиты Висят, да? И там Вот Вот эти Что? Какой-то Как Сядь Сядь Мы просто Буквально Может быть В ста метрах От реки Оливио Дельфенс Какие-то В 1860 Там что-то Но Пионеры Какие-то То есть Они Пробивались Из туннеля Вышли только В 1906 Году, да? Посмотрите Какая у него Как у Ито Голова Вообще С волосами С таким ужасным Вообще Выглядит Как этот Ито Оно Оно И вот Как будто Оно Сырое Такое Знаете Я не вижу Конечно Что подать Сочилось Но Какое-то Сырое Оно А Вал День Да? Смотрите Как это Все Каждая Как будто Тоже Как вибрация Или Как Эта Мембрана Такая Вся Расщепляется Да? Гиб Гиб Да Или Гиуда Гиуба Сурдженти Не Посмотрите Какие Сталактиты Просто Невероятно Это вообще Вообще Туннель Туннель Наш Видите Он Даже Видно Что Видите Он Так Идет Как Обычно У нас Туннели По Про Пространственные Линии Они Сдвинуты Туннель Туннель Сдвинут как вот это вот интересно да вот все обволочено да вот этой штукой то ли она и закрывает то ли она пробивается не знаю да эти просто жуть жуткая сейчас я сделаю короткое видео и пойду к реке видите это все идет вот под под этот вокзал да видите под вокзал то есть это где-то то что под под землей пустоты ладно хорошо поняли да сделаю ну ладно ребятушки давайте встретимся попозже ну что такое он не хочет и наш в юнту да видите пока пока и